Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнем. Освящение воды в соборе Александра Невского в Барнауле провел митрополит барнаульский Алтайский Сергий в ходе крещенского богослужения. По окончании службы владыка Сергий напомнил о важности соблюдения постов и особо отметил, что в крещенский период вся вода на земле считается освященной. Яйца и мясо сегодня не положено, а растительное жуче, растительное масло, божьем. Завтра же раздавляем за нас все. По вере Церкви и нашей всей водное естество во Вселенной в эти праздники становится священным. Надо смотреть, здоровье позволяет вам такой мороз принимать погружение водное или нет. Но есть обычаи, я вам по секрету скажу, что у благочестивых христиан старых и малых дома в ванны погружаться. Митрополит отметил, что если погрузиться в ванну с молитвой, то эффект будет тот же, что и от погружения в Иордань. Продолжаем выпуск. Предприниматели Барнаула трудоустраивают многодетных мам и создают фитнес-центры для пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Анна Кашеварова социальный предприниматель в 2012 году открыла в Барнауле фитнес-клуб для женщин. Здесь занимаются 370 человек, чуть больше половины из них пенсионеры. Также тренажерный зал посещают люди с ОВЗ и дети от 13 до 18 лет. У меня была мама старенькая, у нее очень много было заболеваний. Когда я услышала о этой тренировке, меня она зацепила, потому что я поняла, что это будет ответом для многих женщин, которые не могут пойти в любой обыкновенный тренажерный зал, где есть железо, грубо говоря. Это и здоровье, это и внешность, где молодые девочки. И женщина бы чувствовала себя некомфортно. И именно на нашей территории женщины, которые приходят, они видят, что здесь тренируются такие же, как они. В фитнес-клуб приходят не только за тренировками. Здесь можно обзавестись друзьями. Татьяне Козловой 72 года. В этом зале она занимается уже 9 лет. У нас столько подруг появилось, столько вообще. Мы здесь познакомились с тремя девчонками. Мы вообще дружим, капитально дружим. Про семьи, про все знаем. Мы общаемся вообще хорошо. У нас домашние группы проходят. Мы все встречаемся еще на дому, общаемся. Здесь каждый день видимся. Ну, то есть, как бы, годы-то идут. Общение-то нужно. И с телевизором же нам общаться. Так что я довольна. И буду ходить до тех, пока ноги меня носят. О культуре. Авторские куклы семьи Намдаковых представлены в Алтайском государственном краеведческом музее. Даши Намдаков – заслуженный художник России, дизайнер и скульптор. Выставка «Ульгер. Сказки и грезы» будет работать до 25 февраля. Ждут зрителей любого возраста. 20 кукол – принцесса, легенда, всадница, девушка-лебедь, амазонка и другие. Они отражают бурятские традиции. В работах сочетаются множество техник. Ручное шитье, вышивка шелковыми нитями и бисером. Аппликации из кожи и ткани, токарная работа по дереву. Барнаулицы, по сути, являются счастливчиками, поскольку куклы в таком собрании никогда не были представлены ни на одной выставочной площадке, как России, так и мира. Именно специально для нас сотрудники Фонда содействия развития культуры и искусства имени Дашин Намдакова, который в Москве находится, собрали из частных коллекций куклы и привезли, предоставили нам на выставку в Барнауле. Не факт, что в будущем именно в таком составе, количестве, где-либо еще может быть эта выставка представлена. Спортсмены из нашего региона вновь заработали медали зимних игр «Большой Алтай». Соревнования атлетов 2005 года рождения и младше проходят в Китае. Помимо хозяев турнира, за награды сражаются представители России, Казахстана и Монголии. В скиатлоне – это вид спорта, где лыжники половину дистанции бегут классическим стилем, а затем переходят на коньковый ход. Золото выиграл Григорий Огнев. На втором месте – Михаил Бибикин. В женском зачете бронзу завоевала Александра Ильина. В сноуборде в дисциплине с лалом «Гигант» в копилке Алтайского края два серебра. Отличились Михаил Черкашин и Эвелина Вагнерубова. В ски-альпинизме, гонках на традиционных меховых лыжах, еще одно золото у Григория Огнева. Он смог вырвать победу на последних метрах перед финишем. «Давай, догоняй! Догоняй! Осталось три метра, догонись! Давай! 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 А у меня все к этому часу. Хорошего дня. Не переключайтесь.